Всем привет! Мои хорошие, решила чуть побольше видео снимать, чем шорти, потому что мои давнейшие зрительницы написали, что они скучают видео-телесериал из остатков, и решила я вам показать. Хотя в последнее время я остатки вяжу, наверное, этот маленький видео не хватает. Смотрите, я всегда, когда хочу вызвать остатки, очень долго и много думаю, потому что я не хочу, чтобы остатки вязать, какую-то изделию, вещь или что-то, чтобы превратился опять-таки как остаток. Чтобы пользоваться можно было, носить, подарить, продать, почему бы нет. Поэтому долго думаю, в этом году почему-то у меня плечевое изделие как бы не получается. У меня остатки такие. Вот это у меня мерсеризованные итальянская пряжа. Когда-то в свое время, когда у нас появилась в магазине эта пряжа, я очень много чего девочек вязала даже без ютуба. И получается, у меня остатки, я всегда их берегла, не хотела что-то такое мелкое вязать. И в этом году решила уже что-то вязать. У меня осталось немного черный и еще разноцветный есть. Вот. Решила вязать сумку и думаю, как обычно, полоски горизонтально не делать, а этот раз вертикально совсем другой, другая картина получается. Я уже носила несколько раз с собой, как говорится, с ней гуляла. Даже фотографии делала для вас. Еще и там красивая собачка сидела. У нас возле дома есть парк. Очень-очень солнечные погоды у нас. Солнца много. И у меня как дочь приехала, было очень солнечно. И что делать? Она же уезжает до вечера, не этот останется. Решила фоткаться. И там лежит красивая бежевая уличная собака. Ничья, конечно. И как бы ни уговорили, она оттуда не ушла. Хотел со мной фотографироваться. И если увидите фотография собачка, так что она сама хотела, а я не против. Была и расцветка, и такая хорошая, умная. И этот фотографировалась собачка. Вот. Ладно, девочки, а то сейчас забыла, для чего собирались. Вязала как? Я в шортах показала. Просто вязала каждый раз, отрывала вот так. Вязала длинную полоску, отрывала. Здесь у меня три цвета. Вот это и то явно видно. Еще какой-то здесь есть. Не очень видно бежевый. А черный, не знаю. Может, там партия другая. Вот. Я здесь решила вязать такие более мощные ручки. Но мне родственница подарила вот такие полоски. И я решила делать. Оказывается, очень даже удобно. Вот такие полоски даже продается специально. Вот. Родственница подарила вот эти ремешки. И мужу попросила, делал вот эти дырочки. И вот такой круг. Ну, у нас круг, наверное, не хорошо получилось. Камера не показывает. А в жизни не так видно. Это надо ножа, моя ножница. Короче, родственница подарила. Муж помог. И, честное слово, остальное все я делала. Сама вязала, шила. Так что... Вот. Полоски шила. И я изначально хотела побольше делать, чтобы здесь завернуть. Первый раз так делала. И мне очень нравится. Я показала, как завернула и шила. Это очень хорошее решение. Если даже вы не шопер, а другую сумку вяжете. Более такой каждый день носить. Вот. Это тоже вот здесь объемно, стабильно, хорошо. Мне нравится. Вот. Дно не вязала, чтобы вот эти полоски все не сбывать, естественно. Она делала мой любимый метод дедовские ушки. Можно вот эти ушки вязать сразу. Здесь, вот здесь открыто оставить. Вот оставить столько, вязать дальше. И потом это шить. Но в этом случае я так не делала, потому что думала, эти ушки не так мешают, а так дают стабильность. И здесь не так грубо, все хорошо. Поэтому я оставила. Здесь у меня получается, смотрите, мои хорошие, дно 8 сантиметров, весота 32 и ширина 41. Я гуляла хорошо. Средней дочке понравилась. Хочет она, я с удовольствием подарю. Но мне кажется, для нее это большовато, тяжеловато будет. Она у меня очень худенькая, минотюрная. А мне младшая дочка вчера фоткать и говорит, мама, ты честно признайся, может ты в ураста не хочешь давать, потому что тебе нравится уже. Говорю ты что, я любой момент могу вязать. Я буду с ней договориться, если она хочет вот такой большой, тяжелый, все-таки мерсеризованный хлопок. Я два с половиной вязала крючком. Пряжа у меня этикетка нет. Если кому-то сильно надо, хочет пряжу взять и такое вязать, я могу в магазине посмотреть, вам сказать или какое-то видео, мою ссылку давать, там можете увидеть, какая пряжа. И я вязала крючком два с половиной без накида, полустолбики, просто туда-обратно. И она получилась довольно, не то что тяжелый, но нелегкий, мерсеризованный хлопок, всегда в тяжести дает. И мне еще нравится, что не специальный шинур макраме, или что, все-таки они грубовато. А летом это очень приятно, когда этот на плечи и руками касаешься, вот этот хлопок больше этот приятно. А еще я гладила, отпорила, порола все паром я делала, короче, и не стирала. Все хорошо, чтобы что случилось, случилось я потом только начинала шить и подклад шить. Этот раз подклад шила очень как надо, сумка большая, смотрите, я карман шила, не знаю, в черном комнате, черную кошку, наверное, вы не увидите, но здесь есть хороший, довольный, побольше карман шила, я на машинке у себя шила. Это ткань натуральный пиас, кто знает, что пиас, да, знаете вы, черного цвета. Первый раз, кстати, увидела, что пиас есть черного цвета, и мне так обрадовало. Хотела лен купить, потом очень дороговато получилось бы из остатков сумку, поэтому не купила. Ну, этот пиас очень тоже хорошо, тоже я обязательно кладила сначала, потом шила, потому что эти натуральные эти ткани, они могут усадку давать или что. Здесь тоже, смотрите, ушку делала, тоже так же сами, столько сантиметров там. Карман есть, черный все. Вчера у нас так ураган было, может и песок тоже у меня там сыпало. Вот. Еще нашла эти кнопки магнитные, которые можно шить, я очень довольна. А которые не можно шить, все равно со временем, если бы я там одевала, оно, рабочее место, очень нехорошо. Вот это, которое шьется, очень удобно, мои хорошие. Вот из остатков. Так как я дно не вязала все одним полотном, везде полоски одинаково, хорошо. Еще вот этот отворот тоже делала довольно нормально, 4 сантиметра. И когда шьете, обязательно, вот здесь, когда шьете, вот этот отворот, обязательно смотрите все полоски, чтобы друг другу этот совпадали. И обязательно, сколько сантиметров решили, везде так, чтобы было все это дело красиво. Вот, мои хорошие, смотрите. Очень мне нравится, удобно. вот вам на заметку. Вот эту сумку можно вязать и разноцветные остатки, смотря кто чем будет носить. это пляжная сумка, тоже это пойдет, просто так тоже пойдет. Сильно не хотите подклад, пляжную сумку, можно подклад, не делась. Но я всегда люблю подклад. Это более, ну, аккуратно. еще этот подклад тоже хлопковый, не тянется, тоже дает упругость и хорошо. Вот, фотографии есть, все сказала. Здесь хороший, ну, сколько, 500 грамм, точно есть остатки. Вот, как решите. Можно ими, это больше, этот взять, крючок, будет более легкий, рыхлый, как хотите. Вот, вот вам телесериал из остатков. Вяжите, как я, вяжите и шелок лучше. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok